Приветствую вас, по описанию, получается так, что вы очень болезненно нуждаетесь в том, чтобы ваша мама вас оценила. То есть, она вас никогда не оценила, она вообще не может оценивать мнение других, да, она вообще не способна принимать ту точку зрения, ну, своих детей, неважно. Вот. А вы пытаетесь это сделать, то есть, вы пытаетесь заставить ее, как бы, понять вас, заставить ее, что сделать, заставить ее начать прислушиваться к вам. А во всей этой ситуации у меня только один вопрос. А будет ли это ваша мама тогда уже, если она будет той, какой хотите вы ее видеть, а не той, какая она? То есть, смотрите, она не принимала вас, такой, какая есть вы, и вы теперь не принимаете ее, такой, какая есть она. Потому что она не принимала вас. И для того, что она не принимала вас, вы не принимаете себя. И для того, что она не принимала вас, вы не чувствуете, что вас, например, мама любила, вы не чувствуете, что вас мама уважала, и так далее. И это вас задевает и оскорбляет. Значит, первое, это принять себя. То есть, у вас идет сильное, очень сильное непринятие себя. Второе, значит, вот вы пишите, что, ну, по поводу того, что вы для своей мамы, всего лишь, букашка, да, что вы должны хотеть быть толстым, там, потому что она любит таких, должны любить те продукты, которые любит, она, это некий эффект неотребленной попалины, и это так унижает, так оскорбляет. Вот в чем. Знаете, то, что вы говорите про оскорбление, то, что вы говорите про унижение, это проблема исключительно ваших, это не проблема других людей, это не проблема вашей мамы. Потому что ваша мама, она всегда была такой. То, что это вас оскорбляет, то, что это вас задевает, говорит всего лишь о том, что вы не уверены в себе, что вы обижены на маму, за то, что она себя с вами так ведет, и видит, что вы, ну, помимо того, что у вас есть на нее обилие, которое необходимо прорабатывать, проговаривать, не помогляться от них постепенно, вы, не принимая себя, вы себя никак не могли принимать, потому что ваша мама вас не принимала. Не принимая себя и сталкиваясь с тем, что вас не принимают другие, в частности, вот, ваша мама, да, в частности, сталкиваясь с этим, вас это задевает и оскорбляет. Помимо этого, помимо этого, вас также воспитано очень сильное чувство долга. Да, то есть, мама жилея, мама сверстила одна, считая обязанной ей по грамму жить. Соответственно, здесь вы опять чувствуете себя обязанной, чувствуете себя должной, постоянно говорите, я должна, я должна, я должна. По грамму свою вы воспринимаете, соответственно, как некого кредитора, в котором вы должны. И ведете себя вы так, как будто у вас ответственность есть перед ней, за нее. Это гиперответственность, ответственность за другого человека, это, по сути, всегда, ну вот, в вашем случае, и, в общем-то, в похожих случаях, это всегда такая ситуация, когда вы берете ответственность за другого человека, человека, но не берете ответственность за себя. И, соответственно, бежите от себя, бежите от ответственности за себя. Значит, подумаем, вы жалеете маму, да, вот, вы ее жалеете. А за что жалеть вашу маму? А за что вашу маму так приезжать? За что вашу маму так обесценивать? Опять же, как бы, почему так, да, почему так? Потому что, вот, ну, почему вы обесцениваете ее? Потому что она обесценивала вас. Она обесценивала именно вас. И из-за этого, по данной причине, вы, как раз таки, и, вот, к себе относитесь так же, и к ней относитесь так же. Вашу маму не нужно жалеть. Вашу маму нужно уважать. Не жалеть. Уважать. Жалость – это обесценивание. Жалость – это принижение человека. Ну и, соответственно, то, что вы это делаете, то, что вы принижаете другого человека. Это нормально, ведь он, в принципе, принижал вас. Понимаете, да, о чем идет речь? А, значит, вы просили свою маму вас растить? Нет. Вы просили вот свою маму вас там, там, рожать и так далее. Нет. Это ее выбор. Так вот, и оставьте ее с ее выбором. Позвольте ей быть собой, а себе быть собой же. Понимаете, да? Позвольте ей это. Позвольте ей быть собой. Не пытайтесь себя поменять. А своей маме покажите. Нужно показывать, именно показывать, что вас не устраивает такое отношение к себе, какое она продвигает. Это нужно показывать. Не нужно ссориться, не нужно кричать, не нужно ругаться, не нужно что-то доказывать. И нужно просто, я подчеркиваю, просто игнорировать. Игнорировать что-то, что вам не нравится. Игнорировать и не позволять маме взаимодействовать с вами, вступать в контакт с вами на невыгодных, неудобных для вас условиях. Ваша мама не меняется, потому что вы ее жалеете. Снова и снова, снова и снова, и снова вы ее жалеете. А жалея вы естественно, жалея вы естественно, позволяете ей больше, чем нужно. Вы понимаете, чтобы человек почувствовал ответственность свою, нужно чтобы вы дали понять, что вы не просто кричите, что вы не просто там, вот, спругами, да, и все. Ну, нужно дать понять человеку именно, что вам неприятно, что вы не будете терпеть это. А это, сами понимаете, определенная линия поведения. Это уверенность в себе. Это уверенность. Это принятие себя и принятие другого. Но, принимая себя, вы естественно, имеете полное право, да, не принимать в другом то, что вам не нравится. То есть, принимать другого, это да, а вот по отношению к себе терпеть это, нет. Знаете, чувство вины, это всегда, всегда, долг. Чувство вины, это всегда, долженствование. Понимаете? То есть, вы, по какой-то причине, да, чувствуете себя должной своей мамы. Разве мама, которая любит, вот вы, ну, сами подумайте, подумайте сами. Разве мама, она стала бы доставлять вас быть должной? Стала бы она, если бы относилась к вам искренне, если бы она принимала вас, там, и так далее. Стала бы она, вот, мириться с тем, что вы чувствуете себя должной? Я думаю, нет. Это значит, что либо она привыкла общаться так, и действительно в этом ничего дурного не видит. И это ее право, это ее право, а ваша цель, даже знаете, даже не научить ее, не научить ее даже, а просто показать, что вы терпеть подобное не будете вообще. Показать вещь, что вы не будете мириться с этим. Показать вещь, что для вас подобное неприемлемо. И этим вы ее не обещаете, этим вы ее не принижаете, этим вы никак не показываете, что вы меньше ее цените. Просто вы защищаете себя, свои личные границы, и это нормально. Пока же вы занимаетесь детскую позицию по отношению к ней, пока, то есть я имею ввиду, что вы пытаетесь ей что-то доказать, вы пытаетесь добиться ее уважения, вы пытаетесь добиться ее признания. Я при этом не понимаю, что как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались, у вас это не получится. Потому что такова ваша мама. То есть дело не в вас, она не вас оскорбляет, она не вас принижает, она принижает своих детей. Но это ее право. Пока ее вот эта модель устраивает, вот поведение, да, пока эта модель поведения ее дает ей то, чего она хочет. А хочет она чего? Вот как вы думаете, чего ваша мама хочет? Заботится о вас? А разве она заботится о вас и именно о вас, когда проявляет себя? Вот подумайте, подумайте, она заботится, да, она делает что-то для вас, да, говорит, там, например, привезу мед и что-то еще. Для вас она это делает? Вам она хочет помочь? А она хочет, чтобы у вас было лучше что-то? Ну вот подумайте, просто подумайте об этом и я думаю, что мысли придут сами. То есть, ну, необходимые мысли, они придут сами. Что касается всего остального, да, то здесь ситуация такова, конечно, что вас обиды на маму и детская позиция это так просто не преодолеется. Конечно, вам нужно все-таки работать с психологом для того, чтобы проработать все эти самые обиды. Потому что, ну, я подозреваю, что одна вы с этим не справитесь. То есть, у вас есть привычка, у вас есть уже модель поведения, такая вот, ну, соответствующая модель поведения, да, когда вы обижаетесь на твою маму, там, кричите на нее и так далее. То есть, вы воспринимаете ее как равную себе, понимаете, вот здесь все в чем дело. Вы ее воспринимаете как равную себе, а это ошибка. Как равную себе ее воспринимать нельзя. Потому что она не равна вам, она мама. Она человек своего возраста, она человек своего поколения, она посылает женщину. И она не поменяет. И она проявляет заботу к вам так, как умеет. Вас это не устраивает, да, вас это не устраивает. Ну, покажите ей это. Когда вы на нее ругаетесь, когда вы на нее кричите, да, она этого не понимает. Ей кажется, что это просто действительно, это просто, ну, вот, ребятам капризничают и все. И от счастья, от счастья, она права. Потому что взрослый человек, он не поступает так, он не ругается, он не доказывает, он не кричит, он не орет. А вы орете. И, естественно, проявляя такую реакцию, когда вы орете, да, естественно, проявляя такую реакцию, вы, конечно же, показываете своей маме, что вы сомневаетесь. Для нее ваша, ну, для нее ваша реакция, для нее вот ваша, ну, то, как вы воспринимаете, да, то, что она вам говорит, для нее это, по сути, признание своей права. Потому что вас задевает. И все. Это и есть единственная истина. Это и есть единственная, единственная правда. Понимаете, правда не в том, что ваша мама может как-то переделать. Правда в том, что вы сами свои проблемы, которые, да, спровоцировала ваша мама, к сожалению, ну, вот так получилось, да, что она их спровоцировала. Она сама того не желая, например. Вы проецируетесь теперь на нее. То есть проблемы свои, вы проецируете на нее. Вас это задевает, а на маму вы это выплескиваете, выплескиваете. Поэтому еще раз подумайте о том, почему вас это задевает, именно вас, почему вы считаете это оскорблением. И что именно в вас задевает, что именно, что конкретно. И вот с этим вам нужно справиться самой, ну, самой, в смысле, самостоятельной без мам. То есть если мама в теории даже перестанет на это обращать внимание у вас, то все равно, все равно, все равно вас это будет задевать. И не заденет мама, заденет кто-то другой. И так же вы будете кричать, кричать. Что касается терпения, то вы терпите негатив, который у вас образуется. И если негатив образуется, то это опять же ваша проблема. Это неверная интерпретация. Неверная интерпретация того, той информации, которую вы получаете. А интерпретируете вы ее именно так, например, эгоцентрично. Потому что ваши желания подавлялись. Слишком сильно, слишком много было надо. Вот, в итоге у вас негатив постоянно копится, копится и бух, взрывается. Ну да, так называю, что вы себе делаете, конечно, легче немножко. Но так это же ненадолго. Это же ненадолго. Понимаете? Чтобы это было надолго, но чтобы это было постоянно. Но нужно, чтобы этот негатив вообще не копился в вас. А это работа. Это работа по изменению отношения к себе, к своей маме, к принятию, это работа по принятию себя, по личностному росту. По, вот я думаю, вот, по приостановке пожертвования, самопожертвования, которое вы делаете. То есть вы с чего-то взяли, у вас вот есть установка, что вы по какой-то причине должны своей, своей обязанной, по гроб жизни. И скорее всего это внушила она. Внушила она, потому что ей так удобно. От этого хочет она, от этого нужно ей. Вообще я не увидел, ага, не увидел в поведении вашей мамы, чего-то направленного именно на вас. То есть чего-то ориентированного бы только на вас. Чтобы, вот, ну, чтобы это было связано с вами. И именно. Об этом тоже надо быть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.